Самый, наверное, ожидаемый реванш в боксе пройдет в сентябре. Геннадий Головкин, Тауль Альваров. Как тебе первый бой и вот этот знаменитый счет Аделаиды Бёрдсу в 18-110? Ну, я считаю, что, во-первых, такие проституточные счета были всегда. Одна дама с таким же примерно счетом отдала победу Халифилду в первом бою с Леноксом Льюисом. Поэтому здесь я так... Да, я так понимаю, что первый бой, в моем понимании, Головкин выиграл, ну, как минимум, 7 раундов. А вот, как я судил, 8. Ну, то есть, я болел за Головкина, конечно, он потому что, ну, наш, скажем так, постсоветский, русский. Вот, пусть казаки не обижаются, но он немножко русский. Но за него, но при этом даже я согласен, даже 5 раундов Альвареса, но не больше. То есть, 5 раундов при самой большой симпатии. Вот, почему судьи так посчитали? Я считаю, во втором бою примерно такой же расклад сил, как и перед первым. Ну, то есть, 2 трети на Головкина и 1 треть на Альвареса. Потому что Альварес может удивить в поздних раундах. И, в принципе, первый бой показал, что у него были определенные моменты и проблески, и даже вплоть до досрочного окончания. Но это не так. Все-таки Лена хорошо и защищается, и чувствует дистанцию, и все. Но были попадания такие интересные, серьезные. Поэтому у Альвареса, конечно, шансы есть. Но, с другой стороны, я считаю, что Головкин фаворит. И я надеюсь, что судить будут судьи так же, как во втором бою Халифилда с Льюисом. Когда был бой чуть более близкий, но счет был чуть более честный. Но, да, 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 да. И вот, ну, этот реванш Головкина и Альвареса должен был пройти еще в мае, но не состоялся из-за положительного допинг-кропа Альвареса. Вот, я лично считаю, что, как и мы все пишем от заметки свои статьи и совершаем ошибки, так и все спортсмены употребляют допинг. Вот, скажи, вот, видишь ли ты в невиновность Альвареса? Не верю ни в какую невиновность. Я считаю, что они употребляют. Единственное, что, наверное, я с тобой не соглашусь, что с этим нельзя никак бороться. Потому что, когда появляются такие спортсмены, как Брок Леснер, которые просто созданы вот исключительно на этих химических препаратах. Стероидные чудовища. Да, стероидные чудовища. При том, что он там себе даже желудок посадил. У него какие-то проблемы были в последних боях, что именно вот из-за этого в том числе. Я считаю, что все-таки это не должно происходить в такой степени. То есть контроль должен быть. И я надеюсь, что придет время, когда и в России будут бойцов проверять перед главными боями. Ну, хотя бы пусть не в несоревновательный контроль, но хотя бы перед боем взять у него пробы, что он там не кололся, ничего. Поэтому я считаю, что Альвареса мне ничуть не жалко. Я скажу, олимпийские атлеты за это же правонарушение получают от двух до четырех лет. А Альварес отделался легким испугом. Просто у него отпуск чуть подольше продлился на пару месяцев. Вот и все. У Головкина не наметился ли спад по его двум последним боям, в том числе с Альваресом и Джейкобсом? Ну, я не думаю так. Что прям вот однозначно говорить о спаде. Да, возможно, Головкин, он такой же боксер, как немножко Ковалев. То есть где-то бьющий, где-то предсказуемый, делающий ставку на ударную мощь. Но, с другой стороны, у Головкина у него все-таки серьезная любительская база и техника. И поэтому я бы вот не сказал прям, что вот он закончился. Вот я в начале того года давал прогноз на весь этот год. И как бы вот один у меня прогноз был, что Усик стал чемпионом в суперсерии уиграл. И вот другой у меня прогноз был, когда пройдет этот поединок. Я просто думал, что он в мае пройдет. Я думал, опять же, симпатии судьей будут на стороне Альвареса. И вот повторится же та же самая история. Ты уже сказал, что надеешься на более честное судейство. Но нет ли опасения, что все-таки вот это все повторит? Ну, опасения всегда есть, потому что Головкин, он для американцев русский. А это и Джо Роган, и другие комментаторы американские. Они его прямо русским и называют. То есть он чужак. Естественно, он должен выиграть у Альвареса. Ну, вот не на тоненького, а явно выиграть. Но я считаю, Льюис выиграл оба боя, достаточно уверенно. То есть, если Головкин выиграет 8 из 12 раундов, я думаю, ему судьи отдадут. Если будет близкий бой, да, могут дать Альваресу. Ну, что с этим поделать? Ну, оба они сказали, Головкин и Альварес, что я тебя нокаутирую. Ну, логично, все обычно это говорят. Но я вот, честно говоря, не помню, чтобы кто-то подряд не Головкина и не Альвареса. Поэтому, мне кажется, нокаута в этом поединке не будет. Я согласен с тобой. У обоих очень хорошие головы. Не только в плане мышления и предсказывания ходов соперника, но и в плане умения держать удар. И первый бой это показал. То есть, оба попадали жестко, настолько жестко, что другие падали, а они не падали. Вот. Я думаю, и там не было такого однозначного избиения. Вот знаешь, как бывает? Боксер один хорошо держит удар, ну, боксер или боец ММА. А потом его нахлобучивают в одном бою по полной катушке. И после этого он уже удар хуже держит. Но тут такого не было. Ну, будем держать пальцы на честное судейство. Спасибо.